Вот так во время оккупации участники партизанского движения занимались аэроразведкой и уничтожали силы противника. «Небольшим нашим таким партизанским подразделением мы выезжали в населённый пункт Прудянка, который был неподконтрольный российской оккупационной армии. И именно отсюда, с этого места, мы запускали беспилотные летательные аппараты, с которыми нам помогли волонтёры. Мы им благодарны за существенную помощь для обследования территории Цуповки». Между сёлами Дергачевской общины Прудянка и Цуповка всего 4 километра. Во время российской оккупации Прудянка находилась в серой зоне, а Цуповку заняли военные РФ. Сначала полномасштабного вторжения участники небольшого партизанского подразделения вместе с вооружёнными силами Украины не только уничтожали технику и противника, но и спасали людей с оккупированных территорий. Пока дроны с гранатами сеяли панику в тылу врага, местных жителей проводники переправляли через минные поля на территорию свободной Украины. «Держитесь! Доброго пути! Мы не сдадимся ни в коем случае!» «Женщина, 74-летняя, собирала людей у себя в доме. Местные приходили к ней в дом, и мы через все эти минные поля прорывались. Забирали людей, привозили их в Прудянку, загружали в транспортное средство вместе с их домашними животными и отправляли в Дергачи». Взять Дергачи российским оккупантам не удалось. Именно там находился штаб движения сопротивления. Он располагался в местном дворце культуры. Российские оккупанты разнесли здания тяжёлой артиллерии в Дребезке. У людей, которые помогали вооружённым силам Украины, страха не было, говорит глава Дергачёвской городской военной администрации. С оккупированной территории они звонили в штаб и сообщали важные сведения. «Страх того, что они теряют свою родину, страх того, что они не смогут вернуться в свои дома к нормальной жизни и страх того, что у их детей может не быть достойного будущего, пересиливал страх вражеских пыток или издевательств. Люди звонили и давали информацию». «Это были блиндажи. Тот блокпост укрепрайон, который мы штурмовали, это были их блиндажи, окопы. Тут их много было». Братья Ярослав и Владислав тоже участники партизанского движения. Вспоминают, всё начиналось с гуманитарной помощи ВСУ. Потом узнавали информацию, запускали беспилотники и чинили брошенную российскую технику. Доставляли трофейные танки украинским военным. Вместе с подразделениями вооружённых сил Украины выполняли боевые задания. Ярослав – оператор-наводчик, Владислав – командир экипажа. На одном из российских блокпостов подбили несколько вражеских танков. «Я выстрелил по пехоте фугасным снарядом. И когда мы подъехали ещё ближе, выстрелил в «Тигра». Попал прямо в двигатель машины. Она загорелась. Вспышка была. И она тут горела. Была очень плохая погода. Очень. Я брату кричал в радиостанцию, что надо протереть прицел. И он вылазил из танка. Был шквальный огонь. А он вылазил до пояса. Рукой протирал мне прицел». Тогда они и весь их отряд попали в засаду. Российские оккупанты стали накрывать огнём из тяжёлых орудий. Их танк был весь усыпан осколками. Удалось уйти на безопасное расстояние. Все остались живы. «Когда ударили из крупнокалиберной артиллерии, вот там точно были мысли, что ребята, наверное, мы здесь навсегда и останемся. Это было очень близко. Они били по нам. Ты понимаешь уже чётко, что бьют по тебе». После освобождения вооружёнными силами Украины Харьковской области оба брата пошли служить по гран-отряд. И сейчас продолжают минусовать противника.